Бюджет Самары на 21-й и плановые 22-й и 23-й годы, несмотря на сложные экономические условия, сохранил социальную направленность. В нем были заложены все важные проекты – выплаты многодетным семьям, меры соцподдержки медицинским работникам. Теперь, благодаря дополнительным вливаниям из вышестоящих бюджетов, они составили 6 миллиардов рублей, можно не только жить, но и развиваться. Об этом рассказали на 13-м заседании Думы Самары с участием главы города Елены Лапушкиной и председателя городской думы Алексея Дегтева. Мы получили серьезное вливание из вышестоящих бюджетов. За каждый рубль, за тысячу, за каждый миллион приходится очень серьезным образом бороться, обосновывать. И сегодняшнее вложение вышестоящих бюджетов, как безвозмездные поступления, превышающие 6 миллиардов рублей, позволяют нам не только функционировать в полностью обеспеченной системе образования, отрасль, но и развиваться. В ближайшие три года в городе запланировано строительство детских садов и школ. На это направят почти 113 миллионов рублей. Еще почти 900 миллионов запланировано на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, а также на ремонт и благоустройство. Дополнительные средства пойдут на содержание автомобильных дорог и мостов, на индексацию заработной платы работникам отраслевых учреждений. Но чтобы пандемия не мешала активно работать, глава Самары Елена Лапушкина призвала депутатов городской думы сделать прививку самим и убедить в ее целесообразности других. Сделать прививку можно будет и в праздники. В Самаре в круглосуточном режиме работает процедурный кабинет по адресу Мичурина 125. Кроме того, возле торговых центров будут работать мобильные ФАПы, в которых также можно будет сделать прививку. Процедуры добровольны и бесплатны. Виктория Шарая, Николай Епифанов, События.